Регламная информационная программа «Люди Дела». Этот октябрь для сильных и стильных петербуржцев знаменовался важным событием. На Невском проспекте, на главной улице города, открылся магазин мужской одежды «Великоросс». Мы позвали хозяина этого необычного бренда, чтобы разобраться, что нам предлагает новый магазин, что такое «Грит Рашн Стиль», объясняемся с владельцем и генеральным директором «Великоросса» Алексеем Минаевым. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Итак, прежде чем подробно говорить, я бы предложила всем, кто нас сейчас слушает, а может быть смотрит видео, зайти на сайт магазина «Великоросс» на Невском. Значит, адрес сайта «Грит Рашн Стайл» в одно слово. Ну, просто чтобы понимать, о чем мы говорим с Алексеем. Что это такое? Это крайне любопытно. Вот прям сайт очень показательный. Алексей, первый вопрос, который, ну, вот он прямо меня мучает несколько дней с того момента, как я познакомилась с вашим непосредственным магазином. Я знаю, что вы бизнесмен с 91-го года. Всегда занимались так называемой пищевкой. Вы кормили людей с 91-го года. Верно? Верно. Вот все вот эти вот друзья мои, «Грин Крест», «Петра Салла», ну, вот эта вот вся продукция компании «Великоросс», которая, скорее всего, стоит у вас в офисе в холодильнике, вот это все непосредственно наш Алексей Минаев. Он занимается этим в 91-м году. И вот вдруг он решил создавать одежду. Как это получилось, Алексей? Получилось все так, что у меня растет в семье моих наших с моей супругой семеро детей. Семеро детей! Ну, я еще могу, только жене тяжеловато это все делать. Вот. И среди них четыре пацана. И, конечно же, когда мне сказали покупать необходимо кепки там и все такое прочее для прогулок в детском саду, я пошел на базар в магазины и искал какие-нибудь кепки, которые бы отвечали по духу нашему русскому стилю, русской культуре. Я ничего не нашел. Сплошные черепашки-ниндзи и прочие выдуманные американские герои. Что-то такое наше с богатырями или хотя бы с нашими персонажами мультфильмов. Ну, ничего такого нет. Это сплошь какие-то бусурманские вещи. А потом я обнаружил, что и на рынке взрослой одежды такая же беда. То есть наши мужчины все вынуждены покупать вещи и одеваться, как афроамериканские студенты, знаете. То есть стиля вообще никакого нет, кто во что гораст. И постепенно стирается грань в одежде между мужской одеждой и женской. Не понять, кто это идет, кто это стоит. Женщина, мужчина. Это беда. Это беда. Смотрите, как все интересно. Началось с кепки ребенку в детский сад. И я сейчас покажу просто кепки чуть поближе. Это кепки уже непосредственно с великороссом и уже непосредственно с богатырем. Это просто то, что называется, с чего начали. С чего идея пришла. Верно? Да. Да, и грань. Мне показалось очень важно, что сказал Алексей. Грань между мужским и женским. Это магазин мужской одежды. Great Russian Style. Да, продолжайте. Ну, вы меня извините, Олеся, я вас поправлю. Все-таки не грит, а Great Russian Style. Great Russian Style, простите, да. Но проще всего нам, русским людям, набирать прямо русским языком для мужиков.рф все вместе. Вот так. И вы попадаете на наш сайт. Для мужиков.рф гораздо проще, чем Great Russian Style. Да, согласна. И Great Russian Style, конечно же, это преимущественно для тех иностранцев, которые хотят выглядеть по-русски. А таких много? Вот за два года вашей работы вы уже столкнулись с такими? Да, довольно много. Нам приходят заказы и из Америки, и из Великобритании, Испании, Франции. И помимо наших бывших соотечественников, заказы делают люди, которые каким-то образом столкнулись с Россией, приехали когда-то сюда, полюбили Россию. И полюбив Россию, конечно, невозможно не полюбить наши вещи. То есть Великоросс делает как раз те вещи, которые для тех людей, которые любят Россию, любят русскую культуру, любят русские орнаменты. Знаете, вы, наверное, сейчас видите, что у нас такой немножечко тут развал, да, но это не рыночный развал, это развал как раз той продукции, которую вы можете увидеть, ну, на самом деле, не только на Невском, да, скажем так, во многих точках города продается ваша продукция. Да, кроме нашего сайта, представленной в интернет-площадках. Да, и, конечно же, да, продвижение через интернет и, конечно же, через этот сайт. Но просто, чтобы вы понимали, вот эти принты, вот этот вот русский орнамент, чуть позже мы будем говорить вот об этом орнаменте, это совершенно что-то новое и уникальное, Алексей меня заинтриговал, чуть позже об этом поговорим. Ну и кружки, кстати, кружки. Вы мне в телефонном разговоре перед нашим интервью говорили о том, что, в общем, где-то отчасти идея одежды и вот, да, новую, что называется, ипостаси вашей пришла через кружки. Расскажите, как это было. Ну, дело в том, что я очень долгое время думал о производстве одежды под маркой «Великорос», но не знал, с какой стороны подступиться к этому. Вот. И когда-то нам пришла в голову идея в очередной новогодней, скажем так, как это сказать... Предправедничье. Ну, скажем так, да, в декабре заказать кружки с нашим логотипом, с «Великоросом», но сделать это так, чтобы «Великорос» был именно не как торговая марка, а именно как преподнесение нашего русского стиля, чтобы человек, взяв в руки эту кружку, он не нашел никакого изъяна и никакого диссонанса с орнаментом. Это что? Это фарфор. Это горячая деколь на настоящем костяном фарфоре. Костяной фарфор. Костяной фарфор объемом 0,57 литра. Сюда легко входит пол-литровая бутылка кваса, допустим. Вот. И при этом вот такой объем замечательный из настоящего костяного фарфора. Она никогда не потемнеет, как сейчас это фаянс. Всякая посуда продается фаянсовая, там, по 100 рублей, по 200. Вы почувствуете разницу, да, дорогая и дешевая посуда? Ну, да. Фаянс – это материал, из которого делают, извините, сантехнику. Вот. А сейчас наш рынок наводнила продукцию из Юго-Восточной Азии и прочих стран беднейших. И даже у нас это делают. Делают из фаянса. При этом кружки покрываются микроскопическими трещинами. И в этих трещинах поселяются болезнетворные микробы. Поэтому посуда из фаянса, она вообще, в принципе, неприемлема для использования ее людьми. Ну, вот, слушайте, смотрите. Во-первых, это нам говорит пищевик. Да. Который знает, о чем говорит. Второе. Идея нового бренда, по сути дела, мы уже видим две начальные истории. Кепка и кружки, да, которые дали толчок. Да. Слушайте, вы производите, давайте вот основные, да, наименования товаров. Вы производите, ну, белье, носки, джимпера, спортивную одежду, тапки. Потрясающе совершенно. О которых я хочу обязательно сказать отдельно. Я прям спойлерю, мы будем об этом говорить. И, ну, такую сувенирку, но ее достаточно немного, насколько я понимаю, но она сильна. Потому что, вот смотрите, например, вот это магнитик на холодильник. Что вы дарите человеку, когда покупаете такой магнитик на холодильник? Мы дарим сказку. В первую очередь мы дарим свою авторскую сказку. Вот здесь классная, просто классная сказка про русских медведей. Ну, в общем, про идею непосредственно, да, Великороса. Мне кажется, что это очень круто. Знаете что? Мы сейчас сделаем, наверное, маленькую паузу. В стиле Великороса, Great Russian Style, я думаю, Жанна Бичевская, да, подойдет нам в качестве небольшой музыкальной паузы. И вернемся сюда. Для славы со Христом мы были созданы Никак нас враг чудовищный не съест Кололи нас серпом, звездили звездами Но наше знамя есть и будет крест Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть, сгонения и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Клялись царю мы креста целованьем, Предательство легло на русский род. Рассеянные по миру мы изгнанием, Как бывший бога избранный народ. Ведут нас ко Христу дороги узкие, Мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся с колен. На теле у России раны рваные Но свет Христов отчетлив впереди И если нападут на нас поганые Мы в бой пойдем с крестами на груди Ведут нас ко Христу дороги узкие Мы знаем смерть гонения и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с колен Люди Дело На радио Комсомольская правда Комсомольская Бранда представляет Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться Синяя или красная таблетка Я возьму большой куш Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие Мы всегда платим долги Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдровым Целых два часа смотрим кино по радио Рекламно-информационная программа «Люди. Дело» В этом октябре на Невском проспекте Открылся удивительный магазин Магазин одежды для мужчин Только для мужчин Мы разбираемся, что это за такой новый и необычный и, в общем-то, потрясающий магазин С его хозяином, с генеральным директором «Великоросс» называется магазин С Алексеем Минаем Алексей, еще раз приветствую вас Я еще раз напомню Вы сами скажете, Алексей, сайт, на который наши слушатели должны зайти, чтобы посмотреть всю продукцию Проще всего на наш сайт зайти, набрав «для мужиков.рф» Вот так просто, без затей Вместе два слова Для мужиков Но это не просто для мужиков, да? Это для мужиков стильных и для мужиков, которые хотят выглядеть, как русские люди Именно так, да Я правильно же говорю, да? Скажите мне, русские мужики в Петербурге, ну и окей иностранцы Кто еще ваши клиенты, на ваш взгляд? То есть кто потенциальный покупатель вашей одежды? Ну, потенциальные покупатели – это люди, которые, скажем так, стесняются и правильно делают Одевать на себя вещи иностранных брендов, которые делаются и основаны, как правило, лицами нетрадиционной сексуальной ориентации Я не буду делать им рекламу, сейчас называть их все эти бренды Ну, наверное, вы можете просто в интернете посмотреть и убедитесь, что 90% именитых брендов, которые носят люди Они сделаны именно вот такими вот извращенцами, как мы их называем Алексей называет их извращенцами Но так или иначе, понятно, что эти дизайнеры и модельеры, они привносят часть себя в свою одежду И понятно, что таким образом человек, покупающий такую одежду, становится немножко частью этой культуры Ну, в том числе и из таких вот патриотических чувств Потому что я хотел бы, чтобы люди, которые хотят носить русскую одежду И чтобы русские бренды, они соответствовали по всем своим параметрам, по качеству Не только соответствовали, но, может, даже превосходили в чем-то иностранные бренды Вот для таких людей мы и работаем Мы стараемся делать лучше, чем делают они Слушайте, ну, хорошо, а в этой связи вы планируете какую-то экспансию, что называется, на Запад или на Восток? Вы это будете распространять за пределы? Само собой, мы это будем делать, но даже сегодня уже это происходит Потому что к нам приходят заказы из-за рубежа Люди с удовольствием одевают это и оставляют всякие разные комментарии Хвалебные оды нам просто какие-то пишут Потому что, действительно, эти вещи мужчина, когда одевает, он себя чувствует действительно настоящим мужиком Настоящим мужчиной, настоящим мачо Вообще, любопытно, я бы читала ваши отзывы Во-первых, большой вам респект за то, что вы не удаляете негативные отзывы Это здорово А негативные отзывы, естественно, тоже есть Ну, не бывает же, да, все гладко А во-вторых, мне показалось, что большим количеством ваших клиентов В большем количестве это женщины все-таки Которые хотят порадовать своих мужиков Которые хотят в подарок купить, да, какие-то штучки Такие необычные Кстати говоря, о необычных штучках У нас же сейчас грядет, естественно, уже вот эта вот подарочная предпраздничная пора Дотянитесь, пожалуйста Вот эти вот, по-моему, трусы, да, или носки Вот мне кажется, это очень элегантно Ну, да, смотрите, какая красота И посмотрите, как это оформлено Вот такой подарок мужику Я так понимаю, что это богатырь и, да Это мотив из сказки известной Русланы Людмилы Это как раз тогда, когда Руслан свою Людмилу несет домой От Черномора, да, забрав Спас ее, наконец-то Вот, и здесь вы можете еще отрывки, самые лучшие, из поэмы Руслана Людмила прочитать А, пожалуйста, вот в эту камеру Вы можете вспомнить самые прекрасные строки из этой поэмы Руслана Людмила Здесь написаны тоже слова Пушкина Все женщины прелестны, а красоту им придает любовь мужчин Вот, поэтому это искренний будет подарок от любящей женщины своему любимому мужчине Конечно же, это пять замечательных, великолепных носков Вот они у нас в обычной упаковке выглядят так Правильные носки А это крутые носки, да? Вот мужчины понимают, да? Это лучшие носки, какие только могут быть Мы специально работали очень долго над созданием этой пряжи Это пряжа Что за пряжа? Пряжа из хлопка 85-процентного, укрепленного полиамидом и эластаном Чтобы они не расползались и держали форму Но при этом хлопок работает на все 100% Именно делая максимальный комфорт вашим ногам Интересно, что, конечно же, эти носки также покупают и женщины для себя А тоже носят? Да, действительно, лучших носков просто не существует, чем эти Мы их так и назвали, правильные носки от Великороса Правильные, хорошо Слушайте, еще к вопросу о правильной одежде Вы, я так понимаю, пришли в одежде от Великороса Я вас попросила об этом Вот смотрите, на самом деле сейчас у нас Алексей сидит Ну, это, как называется, футболка, да? Ну, мы называем это обычно сейчас уже лонгслив Хотя это футболка с длинным рукавом Но вот если вы залезли на сайт для настоящих мужиков То вы наверняка там не нашли пиджака Который сейчас на Алексея А вот этот пиджак Алексей, покажите подкладочку, будьте добры Да, пожалуйста Вот скоро появится уже в продаже Вот это новая совершенно разработка И вот если вы хотите посмотреть вот еще расцветку поближе Это вот такая, да? Что это за дизайн? Что это за принт? Ну, все наши принты, все наши дизайны Выполняют русские дизайнеры санкт-петербургские Модные и продвинутые по моему техзаданию Мы с ними долго обсуждаем эти принты В итоге вот мы рисуем такие вот великолепные вещи Вот данный принт, он, конечно, выглядит как русская лесная сказка Знаете, такой русский лес Да, абсолютно Существуют разные цветовые решения этого принта Но он великолепен Ну, в общем, это свеженькая история Да Это свеженькая история И вообще к вопросу о принтах Принято считать, что русские люди не любят ярко одеваться Не любят привлекать своим внешним видом к себе внимание Наверное, слышали об этом Ну, я думаю, что если речь идет о каких-то ярких попугайских цветах То, наверное, да Но, тем не менее, вы посмотрите на нашу русскую национальную одежду Она довольно... Красный цвет очень важен, кстати Красочная и броская И, конечно же, мы не делаем ту самую одежду, которую делали там в 15 веке Но мы максимально используем сегодняшние технологические решения Сегодняшние современные технологии И делаем самые лучшие материалы из натуральных... Вот к вопросу о материалах Вот пиджак, вы мне просто рассказывали это в момент рекламной паузы Пиджак – это уникальная ткань, хлопок с сольном Да Как вы мне сказали Это что дает? Ну, здесь две трети хлопка и одна треть льна При этом это именно костюмная ткань, которую мы очень долго создавали, тоже делали Она сделана такого качества, из которого можно делать действительно костюмы, джинсы, брюки Что мы и делаем Сейчас у нас уже есть коллекция джинсов и брюк в продаже Но над пиджаком мы тоже долго работали Поэтому вот только завершили создание этого дизайна Вот он сейчас на мне, этот пиджак Он как раз с нашими брюками представляет замечательный костюм Вот, и в этом костюме летом совершенно не жарко И в первый мир, и в добрые люди Да, летом не жарко, а зимой, ну вот даже сейчас я хожу просто без верхней одежды Мне тепло, мне очень хорошо в нем А еще подумайте о том, что как пиджак может одновременно, будучи пиджаком, отражать русскую идею Мне кажется, это потрясающе Мне кажется, это действительно очень здорово Ну, подкладка, ну, супер Не знаю, меня это восхищает Он невероятно удобный Он без, вот мы решили его делать без всяких вот этих вот плечиков Она очень хорошо обтекает вашу фигуру То есть ты выглядишь именно вот не как какой-то искусственный манекен А именно как хороший, стройный, замечательный мужчина И русский мужчина Я сейчас, прежде чем мы музыку запустим Опять же, для русского мужчины, для великоросса Я такой маленький спойлерок пущу В следующей части мы будем говорить о расцветочке Ну, еще чуть-чуть более подробно Потому что там есть интересная расцветочка, которую я хочу сказать А расцвет конкретно принц стены Вот об этом поговорим Ну и, в общем, еще о многом другом интересном А сейчас слушаем группу «Ковчег» «Великоросс» Они считали нас за грязь Пытались взять над нами власть Не уважая, но боясь Смотрели косо А мы стояли на краю Стыдясь за родину свою Непобедимые в бою Великороссы За что же нам такой почет? Мы не вели копейником счет Не наживали жир за счет Чужой потери Любили жить и пить до дна А если сердце жгла вина Мы отдавали тем, кто надо Все, что имели Мы не течись, что сильны Смирены были и бедны Но помогали, как родным Соседям босым И только вера да любовь Надеждой садевали кровь Друзья не делая врагов Великороссом Люди дела На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда На одной волне Со всей России 24 часа в сутки 7 дней в неделю Горячие споры Откровенные интервью И актуальные новости Слушай на ФМ-волне И онлайн Коби-главная информационная программа Люди дела А мы продолжаем В студии Комсомольская правда Алексей Минаев Владелец Отец-основатель Хозяин Идеолог Великоросса Великоросса, который нас кормил С 91-го года И продолжает кормить сейчас Очень вкусно Но Великоросс теперь нас и одевает еще Но одевает, к сожалению, пока только мужскую часть нас Меня не одевает Вот, а почему Алексей у нас переоделся? Алексей у нас сидел в строгом пиджаке Который мы обсудили А сейчас он сидит в майке В футболке с принтом стены Я вот просто в самом начале говорила Об особенности принтов Ну, понятно, вот эти вот русские прекрасные узоры Понятно, что камуфляж там где-то есть А стена-то что? Почему стена? Почему вас так беспокоит вот этот вот принт? Ну, все мы родом из детства Из молодости У многих из нас молодость прошла в ассоциации Со школьными задворками С какими-нибудь питерскими подворотнями Ну, и не только в Питере, естественно, во всей нашей стране Есть милые нашему сердцу Особенно мужчин Ведь мужчины – это выросшие, точнее, выжившие дети Выжившие мальчики, да Вот, мы все тусовались в этих подворотнях И находили там и дружбу на всю жизнь И обсуждали свою первую любовь И писали на стене имена своих возлюбленных И так далее И разные всякие школьные дразнилки Вот, поэтому кирпичная стена – это история, которая Всегда остается в сердце всю жизнь Когда смотришь на нее На ней что-то написано Особенно, конечно, если это Немат Да, хорошие вещи Вот, то вспоминаешь с болью в сердце о том Как было здорово тогда Беззаботная молодость Сильный образ достаточно Да То есть на такой цепляющий, да За ностальгические какие-то струнки души Да, поэтому вот мы сделали вот именно Такую футболку Точнее, такой принт, на который изображена вот эта вот самая кирпичная стена На которой вы можете написать именно те строки То есть, точнее, прочитать те строки, которые вам запали когда-то в душу А, вижу, 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 вижу Цой жив, да Вперед поехали, Россия вперед, Бали за наших Ну, в общем, да, такое вот то, что обычно пишут Здесь были Оля и Света из Таганрога Вот, это святое, конечно Оля и Света из Таганрога Это просто вот то, что должно быть на стене Хорошо Со стеной я поняла И тут, действительно, это хитрый и сложный достаточно ассоциативный образ Здорово Довольно популярный Люди любят его Да? Да, с гордостью Он, кстати, есть даже на трусах Вы можете посмотреть на сайте для настоящих мужиков Да, для настоящих мужиков.ру Там представлено все Нет, не для настоящих Для мужиков.рф Для мужиков.рф Господи, боже мой, да Для мужиков.рф Откройте, пожалуйста, этот сайт Потому что, ну, правда Чтобы мы не на пальцах объясняли, собственно говоря Что продается в магазине «Великоросс» на Невском 93 В общем, относительно Новый магазин, открытшийся всего лишь в октябре В этом месяце Хорошо Скажите мне, пожалуйста Вот вы говорили про экспансию, может быть, на Запад А вы бы с кого начали? Скорее с Китая, с Азии? Я имею в виду продвижение вашей продукции Или скорее с Европы? Или скорее с Америки? Кого бы вам больше интересно было завоевать? Ну, я вам скажу, что, конечно же, наш геополитический соперник И, может быть, даже враг, можно так сказать Всегда был и будет в Соединенные Штаты Но, тем не менее, мы знаем, что и в Штатах, и в Европе Живет по разным оценкам около 5 миллионов наших бывших соотечественников И, конечно же, все эти люди, большинство этих людей, они очень сильно ностальгируют по России Они хотят купить какую-то русскую вещь, которая действительно будет напоминать им о родине и так далее Но и сами по себе коренные жители, они хотели бы, многие из них хотели бы выглядеть русскими Чтобы не бояться своих афроамериканцев, не бояться арабов, которые сейчас заполонили всю Европу Люди одевают на себя вещь, которая именно говорит о том, что я русский И тогда они, в общем-то, могут спокойно совершенно ходить по опасным районам Потому что русских там, как мы знаем, люди не трогают, скажем так, хулиганы, боятся И афроамериканцы уважают русских И вот тут, мне кажется, настал момент вспомнить про тапки Потому что тапки – это отдельная вообще, мне кажется, очень остроумная история Великоросса Тапки – русский след Вы хотите их взять в руки, да? Могу взять в руки Да, вы тогда пока берите их в руки, а я пока буду говорить Тут неожиданно совершенно нашла в продукции телекомпании Russia Today Нашла тапки, которые тоже называются «Русский след» И вот, ну, сейчас никого не хочется обвинять, да? Но вообще есть ощущение, что кто-то идейку-то стырил, нет? Я вам скажу вот что Конечно же, русский след, именно тапки У нас запатентованная технология, запатентованная надпись на тапках Никто юридически не вправе его использовать, кроме компании «Великоросса» Когда вот ходишь по песочку или по грунту, вот остается вот такая замечательная надпись «Русский след», потому что она вот выдавлена на подошве Вот Она, конечно же, забавляет наших соотечественников, пугает наших врагов потенциальных Вот И я не обижаюсь на Russia Today Чем больше русского следа на свете, тем лучше Мне тут коллеги говорят, переверни Нет, нет, я не могу перевернуть, потому что я увлеклась вот тем, что написано здесь Здесь целая история Ну, в общем, короче говоря, залезайте на сайт Залезайте на сайт и прочитайте все Тапки, кроме того, что они такие забавные, они очень удобные У них ортопедическая подошва Их можно носить просто не переставая, потому что ноги не устают Вот с утра до вечера их носишь, ноги совершенно не устают в них Вот, понимаете, вот еще тапки Тоже очень остроумная штука Скажите мне, пожалуйста, а может ли быть такое, что когда-нибудь вы что-нибудь начнете производить, ну, хотя бы для детей? Конечно Я уж не говорю про женщин Это моя мечта Конечно же, я хочу производить товары для детей Я думаю, что в рекламной кампании мы так и будем говорить, что вещи для настоящих музыкантов Музыков Музыков Вот, конечно же, одежду для мальчиков Преимущественно я хотел бы использовать там мотивы из русских сказок И в том числе и современной какой-то мультипликации на основе договорных отношений с нашими Ну, с той же мельницей, например, да? Да, вот допустим Вот И, конечно же, я очень хочу, чтобы наши дети не касались вот этих вот вымышленных героев Не хотели быть на них похожими, я имею в виду всяких американских, голливудских и прочих Вот Я напомню еще раз Алексей Минаев Семеро детей И на этом, похоже, останавливаться не собирается у меня такое ощущение Ну, семь детей – это еще не подвиг У меня, у моего деда было 14 детей А, ну, вам есть на кого равняться Да, я, в общем-то, хотел бы, чтобы русских людей было больше И чтобы все они были счастливы И вы приложили уже немало к этому сил Слушайте, ну, мне кажется, это потрясающая финальная точка Единственное, что я в данном случае должна еще раз напомнить Что магазин «Великорост» на Невском проспекте, дом 93 Он уже начал работать Он работает уже весь октябрь И вот все вот то прекрасное, что мы сегодня с вами обсуждали, показывали, хихикали Вот это вот все там есть, верно? Более того, там есть намного больше, чем то, что мы с вами обсудили Понимаете? Немножко музыки А с нами был Алексей Минаев Хозяин, отец-основатель, идеолог И генеральный директор «Великоросса» Я пробираюсь по осколкам детских грез В стране Родной Где все как будто Происходит не всерьез Со мной Со мной Куда-то ж было так устать Дотянув за возраст на Христа Господи Господи А вокруг как на парад Вся страна шагает в ад Широкой поступью Ну надо ж было так устать Дотянув за возраст на Христа Господи А вокруг как на парад Вся страна шагает в ад Широкой поступью Родина моя Скорбно и нема Родина моя День сошла с ума Люди дела На радио Комсомольская правда